Так. Видно? Да. Давайте начнем с домашнего задания, которое было не с прошлого урока, а чуть пораньше. Вот эти вот предложения «я хочу, чтобы», «они хотят, чтобы», «хочешь ли ты, чтобы» и так далее. Давайте придумаем какие-то логические продолжения. Если получится, лучше даже будет, если они не будут полностью совпадать с тем, что у нас было. Если будут совпадать, не страшно. Давайте, начинайте. Не забудьте, что обязательно после многоточия должно прозвучать вот эта вот частица «to». То есть, например, «I want the cold weather to…» Дальше добавляйте по смыслу, что там нужно. И это будет означать «я хочу, чтобы», «холодная погода», ну и дальше вы что-то свое скажете. Начинайте. «I want the cold weather to…» Давайте, прекратите что-то, да? «I want the cold weather to…» «to finish». «to finish», «to stop», «to end». Можно, да, любой вариант. А если мы, например, хотим, наоборот, сказать, «я хочу, чтобы холодная погода продолжалась». Вот какие у вас есть в запасе слова, чтобы сказать «продолжалась»? «Продолжаться». Ну, «last» нельзя сказать. Можно, очень хорошо, «last» – это значит, да, растянуться на какое-то время. Можно сказать «continue», да, вот это вот, которое… «Present continuous», да, то, что время называется, настоящее продолженное. «Continue» – значит «продолжаться». Ну, мы все знаем «to be continued», да, это продолжение следует. Так, значит, «I want the cold weather to last», «to continue», или даже можно сказать «to go on». «Go on» тоже значит «продолжаться». «To go on». Так, очень хорошо, давайте дальше. «Das»? «Does he want me?» Что-нибудь, да? «Хочет ли он, чтобы я поговорила с ним? Хочет ли он, чтобы я позвонила? Хочет ли он, чтобы я пришла? Хочет ли он, чтобы я его подвезла до, там, не знаю, до аэропорта, до вокзала, до чего-нибудь? «Does he want me?» Здесь вот вы не останавливаетесь, потому что вам обязательно надо поставить туда «to», а потом уже придумывать, да? «Does he want me to?» «Me to speak for mother». «With mother». «С мамой» – это «with». «With mother». «Does he want me to speak with mother?» Третье. Сделать домашнее задание. «To take homework». Да, «take» – это «приносить». «To do homework». «To do», да. Кстати говоря, между «do» и «make» иногда такие вот трудноуловимые различия, что лучше запоминать вот прямо сочетание слов. То есть, если это «homework», то «to do homework». Если это, например, сделать сюрприз – это «to make a surprise». Вот запоминать нужно вот такими как бы кусками язык. Так, четвертое. Так, четвертое. Вы не хотели, чтобы он стал ветеринаром, например. Какой, знаете, глагол «становиться»? «Становиться». Давайте я его напечатаю в чате. Вы сейчас прочитайте, вспомните его. Я почти уверена, что он у вас где-то промелькнул. Так, вот. «Become». Его родители не хотели, чтобы он становился ветеринаром. «His parents didn't want him to become a veterinarian». «Vet». Можно просто «vet». 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 Да, есть слово «ветерания», «ветеринар». Но обычно это «vet». «Vet clinic». Да, это там лечебница. «A vet» – это сам ветеринар. Так, пятое пропустим, потому что оно очень похоже на второе. Шестое. «Я хочу, чтобы вы» или «я хочу, чтобы ты». Придумайте, что там может быть дальше. «I want you to go to me today». Да, только смотрите. Если вы имеете в виду «приходить» – это «come». Да, «go» – это как бы «идти» или «ходить». А «приходить» – это «come». «I want you to come today». «I want you to come today». Да, я хочу, чтобы вы сегодня пришли. «I want you to come today». Замечательно. Так, и сегодня следующая, значит, следующая грамматическая конструкция со словом «all». Суперпростая, абсолютно совпадает с тем, что мы имеем в русском. Давайте прям вы сразу прочитаете, и сразу вам будет понятно, что здесь вообще в предложении происходит. Единственное, что последнее слово – «submarine». Ну, понятно, да, это строчка из «Beatles». «A yellow submarine» – это «желтая подводная лодка». Читайте все предложение и переведем его. «We all live in a yellow submarine». «And in a yellow submarine». Так, как бы вы перевели? «We all live in a yellow submarine». Мы все находимся в подводной лодке. В «желтой подводной лодке». Да, мы все живем в «желтой подводной лодке». Мы все живем в «желтой подводной лодке». «We all». «Мы все». Такой же порядок, как в русском. Никаких туда не надо ставить «off» или что-то еще. «We all». Да, и второе. «The children». «The children all stood in a line». «Line». Да, давайте вспомним, что такое «студ». Это форма какого глагола? «В прошедшее время…» «Оставаться». Нет, смотрите, «стей» – это «стей». «Он правильный». То есть в прошедшем времени… Сейчас я в чате напечатаю. В прошедшем времени он будет выглядеть как «стейд». К нему добавляется окончание, он по правилам. Это «стей» – это действительно «оставаться». А перед нами сейчас «стенд». А «стенд» – это что делать? «Стенд» – «вставать». «Вставать», «стоять», да. И у нас вот здесь вот что-то там дети делали. Давайте переведем. «Все дети встали в линию». «В линию», то есть, да, в какую-то выставку, ну, как там на линейке, да, на 1 сентября, там или что. «The children all student in a line» – «сидеть и встали в линию». Хорошо, давайте попробуем поменять на что-то свое. Значит, «мы все», придумайте, что там «мы все». Начинайте, «we all like a sweets». «Sweets», да, «we all like sweets». Почему нельзя сказать «a sweets», почему «a» там лишнее? Как бы вы объяснили сами. Потому что «a» значит «один», да, а вы говорите «sweets». Да, а их много, да. Да, много конфит. Даже если их немного ответственно, это уже множественное число, да. «We all like sweets». «We all like sweets», очень хорошо. Так, и второй примерчик давайте переделаем. «The children all go to school every day». Да, «the children all go to school every day». Так, следующее, смотрите, здесь тоже ничего сложного. Кроме, наверное, слова «delicious», это вот, который, да, четвертый, оно читается, ну, немножко не так, как пишется. «Delicious» значит, может быть, вы его, кстати, видели где-то. «Пронеснул». «Вкусный», да. Значит, давайте читаем, переводим, разбираем, что здесь значит «all». Читайте. «Все, что курсивом», «всю первую строчку», «the meal». «Плохо видно, что ли?» «The meal was…» «Вам видно это?» «The meal was…» «Delicious». «The meal was delicious, I enjoyed it all». Всё, давайте переводим. Значит, слово «meal» – это что такое вообще «meal»? Не знаю. Это еда. То есть, если можно сказать, вот, например, так, смотрите, пример такой. «Breakfast, lunch and dinner are meals». То есть, завтрак, обед и ужин – это всё еда. «Mill» – еда. Значит, о чём в предложении здесь речь идёт? «The meal was delicious». Что это значит? «Еда была вкусная, я получил удовольствие». Мне понравилось. «Удовольствие». Да, я получил удовольствие от всего. То есть, «eat all» – она вся. «Eat» здесь заменяет слово «meal» во второй части предложения. «I enjoyed it all». Мне понравилось всё. Я получил удовольствие от всего. «Eat all». Хорошо. Давайте пока мы здесь, значит, вот эту первую часть предложения сделаем вопросительной. Как спросить? «Еда была вкусной»? «Was the meal delicious». Да, «was the meal delicious». Очень хорошо. И отрицательное сделаем. Как сказать? «Не была еда вкусной». «The meal was not delicious». Да, «the meal was not delicious». А теперь посмотрим отдельно на вторую часть предложения. «I enjoyed it all». Здесь у нас немножко по-другому надо вопросы задавать отрицание. Как спросить? Тебе всё понравилось? «Do you…» Так, смотрите, я его сразу установлю, потому что если вы начинаете с «do you», значит, вы спрашиваете о чём-то, что актуально сейчас. Потому что «do» – это настоящее время. А мы спрашиваем о какой-то еде. «Did you like…» А зачем вы «enjoy» убираете? Возьмите «enjoy». Мы вот к этой второй части задаём вопрос. Значит, «did you…» «Did you enjoy it all?» «Did you enjoy it all?» И, конечно, отрицание сделаем. Скажем, мне не всё понравилось. «I did not enjoy it all?» Нет, Юля, аккуратно, аккуратно. Вот это «did» у вас должно и в отрицательном предложении тоже прозвучать. «Мне не всё понравилось». «I did not enjoy it all». Всё, супер. «I didn't enjoy it all». Мне не всё понравилось. Так, так, тра-ля-ля. Это мы оставим вам на домашнее задание, это я пришлю. Значит, вам нужно придумать что-то такое. Например, фильм был потрясающий. «Мне всё понравилось». Или там, что ещё? «Поездка была замечательная». Ну, в общем, придумайте сами. Так, что тут у нас? Так, здесь немножко уже будет такое сложноватое, потому что, потому что то, что я подчеркнула зелёным, это называется, если вспомню, если вспомню, как это называется, типа предаточного предложения. То есть давайте мы сейчас только прочитаем примеры, переведём, а завтра уже будем, значит, ковыряться, смотреть, что там происходит конкретно. Итак, читайте первый пример. «All I want is a room somewhere». «Somewhere», да. «Somewhere» значит «где-нибудь». «Somewhere», где-то. «Somewhere». Значит, смотрите, вот это предаточное предложение, это всё, что по отчёту зелёным. «I want». Значит, «я хочу», понятно, да? Значит, как всё предложение перевести? «Я хочу». Не пропускай «all», «all». Не забудьте тоже про него. Значит, всё. «Всё, что я хочу». Нет. «Всё, что я хочу» — это? «Всё?» «Всё, что я хочу» — это «комнату где-то». Да, вот такая фраза. «Всё, что мне нужно» — это «комната где-то», а «всё, что я хочу». «All I want is a room somewhere». Так, и второй пример. Тоже как и про субмарину из «Битлз-строчка». «All you need a is love». Да, что это значит? «Всё, что тебе нужно» — это «любовь». «Всё, что тебе нужно» — это «любовь». Да, причём это такой здесь обобщающий смысл. «All you need» — это не обязательно всё, что тебе нужно. Это значит вообще всё, что нужно всем. Всё, что нужно — это «любовь». Вот так это можно перевести. Так, и на самом деле «all I want is, all you need is». Давайте всё-таки мы включим это ваше задание, потому что получится всего три примера. Значит, вам нужно будет здесь придумать, что там что-то, что вам сильно понравилось. Так, а здесь вам надо будет придумать продолжение. Всё, что мне нужно — это «та-та-та», там, не знаю, «отдых» или там чашка кофе. Всё, что хотите. Любое, может быть, да, продолжение. И по второму примеру. Всё, что тебе нужно — это опять, например, там, выспаться или там поговорить с кем-то. В общем, посмотрите, что там у вас получится. Хорошо? Всё, и на этом мы тогда останавливаемся и завтра так же встречаемся. Да, найдёмся. Правда? Да, всё. See you. Thank you.